Коллеги, добрый день. Меня зовут Кирилл Яндовский. Я продвигаю сайты в зарубежном интернете, в основном в англоязычном сегменте. Вместе с компанией Промопульт мы решили записать цикл роликов о том, как продвигать сайт в зарубежном интернете. Сегодня я вам расскажу о том, как сделать прогноз продвижения, то есть прогноз результатов продвижения. Для чего вам нужен этот прогноз? В первую очередь он нужен именно SEO-специалисту для того, чтобы оценить свою работу. То есть вы смотрите в прогноз, и вы понимаете, сколько трафика должно быть сейчас на сайте, а сколько трафика, и вы сравниваете с текущей ситуацией. То есть вы понимаете, вы дорабатываете, перерабатываете или не дорабатываете. То же самое с клиентом. То есть предоставляя такой прогноз клиенту, прогноз делается на год или два, поэтому вы там через полгода, через год можете с клиентом зайти и посмотреть. Ага, мы опережаем трафик с прогнозируемой, или мы наоборот его не дорабатываем. Соответственно, тогда нужно уже что-то думать о том, как ускорить темп. Тогда нужно искать причины, почему этот прогноз не выполняется. Собственно, вот для чего нужен прогноз мы поговорили. Теперь я расскажу, как такой прогноз сделать. Значит, очень подробный урок о том, как он делается, этот прогноз, есть на моем канале. Вот здесь у меня есть QR-код со ссылочкой. То есть можете посмотреть, я думаю, эту презентацию мы прикрепим к этому видео, дадим ссылочку на презентацию. Вы сможете по QR-коду найти этот видеоролик. Сегодня я вам расскажу не так подробно, как в этом видеоролике, но общие какие-то вещи, чтобы вы понимали, как делается прогноз, я вам дам. Также я вам рекомендую почитать статью Ahrefs на Ahrefs.com о том, как делать прогноз. То есть, в принципе, основываясь на этой статье, я этот прогноз и делаю. Также есть ссылочка в презентации, либо QR-код. Наводите на QR-код и открываете статью. Значит, для того, чтобы делать прогноз трафика, нам потребуется Ahrefs, либо 7Rush. То есть, если есть бюджет, то я рекомендую использовать Ahrefs. Я сам использую Ahrefs. Но этот сервис дорогой, поэтому не каждый может его позволить себе. Если такого сервиса нет, можете использовать 7Rush. Опять же, в нашем видео ссылочку, на которую в презентации, там описано, как пользоваться 7Rush для прогноза. Но в этом уроке, который вы сейчас смотрите, я расскажу, как делать прогноз на примере Ahrefs. Итак, представим, что к нам пришел проект на продвижение, и нам нужно спрогнозировать его трафик вперед на год, на два года. То есть, посмотреть, как он будет развиваться. Значит, ну, мы возьмем с вами, как пример, вот такой сайт, AllinRoofing. Этот сайт никак не филирован ни с одним из моих клиентов. Он просто есть, и мы решили вот на нем показать, как строить прогноз. Значит, что вам нужно для того, чтобы построить прогноз? Вы вводите URL-адрес в строку, и очень важно использовать старый интерфейс Ahrefs. То есть, как его найти? Прокручиваете вниз, находите раздел Legacy, и нажимаете Overview. Все, вы зашли в старый интерфейс, ввели URL-адрес сайта. Пожалуйста, вот у вас вся информация по вашему сайту. Здесь вот мы видим Backlink профиль с вами, да, ну, вся та информация, которую нам дает Ahrefs. Нам с вами нужен Organic Search раздел, вот он. Нам нужен с вами вот этот график, Organic Traffic. Как мы видим, да, на трафике, на графике точнее, что трафик с этого сайта развивался не то, чтобы сильно бурно. То есть, с 16-го года практически ничего не меняется. Мы можем сразу сделать вывод, да, что этот сайт не продвигается какой-то крутой SEO-командой. И если этот сайт вашего клиента, да, это хорошо для вас, то есть вы можете за короткое время, значит, показать на таком сайте высокий результат. Всегда интересно брать чистые сайты, над которыми еще никакой SEO-специалист не работал. Если же это сайт конкурента, да, и мы хотим спрогнозировать трафик конкурента, то это тоже хорошая информация для вас, что над конкурентами не работают SEO-шники, значит, что конкуренция слабая. То есть вы, как SEO-специалист, можете здесь легко продвинуть свой сайт. Итак, что нам нужно, значит, вот мы можем выгрозить за все время, за один год и за последние 30 дней. То есть за все время, ну, за один год, да. Давайте попробуем выгрозить за один год. То есть вот выбираем One Year, нажимаем My Export, нажимаем CSV и в загрузке у нас выражается вот этот файл. Вот, мы с вами можем его даже не открывать, то есть запомним, что вот он у нас, да, последний в загрузках. И сразу переходим вот в такой вот файлик, ссылочку на него я тоже дам. Вот он, colapresearch.google.com, да, то есть это файл, который HREV специально сделали для того, чтобы прогнозировать трафик. Вам нужно взять и этот файл сохранить на своем диске. Вот, save a copy and drive, то есть вы сохраняете на своем диске. Все, вы сохранили, и дальше вы можете им пользоваться. То есть вам нужно запустить все процессы, которые здесь есть изначально. И теперь вот здесь, да, кнопочка выбрать файл, вы загружаете тот файл, который мы с вами выгрузили из HREV. Вот он у нас. Берем, выгружаем и смотрим, что нам даст сейчас наш инструмент. Вот. Он построил нам график. Думаю, что надо увеличить немножечко изображение. Вот так вот, да, чтобы мы с вами понимали. Собственно, вот. Вот этот трафик. Вот этот график прогноза. То есть вот, смотрите, он до февраля, да, знает какой трафик, дальше он не знает. И вот, собственно, так как он будет расти. Опираясь уже на этот график, вы можете составить таблицу, да, и показать клиенту, как будет развиваться трафик. Но учтите, пожалуйста, что на этом графике мы с вами видим только тот прогноз, который без работ по SEO. То есть это прогноз просто сделанный на основе того, как развивался сайт. А так как мы с вами уже поняли, что над ним SEOшники не работают. То есть это, в принципе, такой прогноз естественного развития сайта. То есть эти цифры вы можете все себе выгрузить куда-то в блокнотик, либо там в Excel, да, запомнить их как-то. И, ну, вы должны еще клиенту показать, какой будет плюс от вашей работы. То есть вот это вот без вашей работы, линия. Есть таблица. Сейчас я вам ее покажу. Так. Вот. Стандартные значения увеличения трафика от проведенных работ. То есть первые два месяца это нулевая прибавка к трафику. И начиная с третьего месяца вы уже можете добавлять трафик. То есть в третий месяц вы добавляете 10%. В четвертый месяц вы добавляете 5%. В 20% дальше 30%, 40%, 50%, да, и так далее. Вот вы видите данные и вы понимаете, что через год вы прибавляете смело 150%. Это очень хорошая цифра, когда у вас на сайте много трафика уже, да. Сайт к вам пришел с трафиком. Ну, давайте посмотрим у нас у этого проекта, какой трафик там сейчас показывают. То есть сейчас у него, ну это по числам, да, то есть у него, так, нет, давайте вернемся все-таки вот сюда, да, здесь более понятно. То есть в феврале 24-го у него порядка тысяча, ну где-то, наверное, 1250 трафик. Ну и, соответственно, там 150, да, процентов, то есть даже 100%, если будет, то есть вы в два раза увеличите, то есть, ну где-то там 2500 у вас будет, да. Ну, в принципе, да, ну в принципе, да, в два раза больше, но при этом трафик не очень большой все-таки. Нужно, клиенту, как правило, нужно кратное увеличение, то есть, да, там не в два раза, а в 4-5 раз. Поэтому, что я могу сказать здесь, то есть, ну, этот прогноз весьма объективен, вот, то есть мы, словно говоря, мы говорим, что мы там через год увеличиваем трафик ваш на 150%. То есть, если это там был трафик миллион, да, понятно, что вы там еще полтора миллиона добавляете, это очень хорошая прибавка. В данном случае это не очень большая прибавка, поэтому сильная прибавка будет уже в следующем году, то есть надо прогноз делать на два года, а не на год. Не стоит придумывать каких-то крутых результатов себе в первый год продвижения. Единственное, что вас может сподвигнуть на те мысли, что может трафик сильнее вырасти, чем в этом прогнозе, это то, что ваши конкуренты сильнее, то есть, условно говоря, вы видите, что конкуренты в 10 раз увеличили трафик. Тогда нужно просто понимать, как правило, есть там свои методики, да, как правило, накачиваются дропами в гугле, и да, если вы там вкладываете в дропы, то вы можете тогда увеличить таким образом сильный трафик. Но вот изначально по этому проекту мы с вами видим, что, ну, где-то там, ну, я бы дал этому прогнозу, то есть, где-то через год мы бы увеличили его трафик, ну, наверное, где-то максимум до 3000. Вот так вот. Я никогда клиентам не завышаю цифры, лучше их занизить, потому что завышенное ожидание – это плохо. Лучше пускай они будут занижены, и потом вы сказали, а вот мы перевыполнили план, и тогда честь вам и хвала, это гораздо лучше для всех, нежели когда вы пообещали там золотые горы, а клиенту предоставили гораздо меньше трафика. Собственно, вот так я рассказал вам о том, как делается прогноз по трафику. Напомню, что какие-то более подробные информации вы можете найти в видео, которое есть в презентации. Ну и до встречи в следующем уроке. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok